За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. На Луганском направлении зафиксировано 11 вражеских провокаций. В четырех эпизодах оккупанты применили минометы различного калибра. На Донецком участке линии разграничения было 13 обстрелов. Здесь, в районе Мареньки, оккупанты активно обстреливали позиции украинских войск из запрещенных вооружений. Суд в Нью-Йорке приговорил двух родственников президента Венесуэлы к 18 годам тюремного заключения. Это племянники его жены Силии и Флорес, 32-летний Франки Франциско Флорес де Фрейтас и 31-летний Эфраин Антонио Кампо Флорес. Мужчин признали виновными в преступном сговоре, цель которого контрабанда наркотиков. Они планировали ввести в США 800 килограммов кокаина. Прокуроры требовали по 30 лет тюрьмы для каждого подсудимого. Адвокаты просили смещить наказание до 10 лет. Федеральный судья Пол Кроти заявил, что 30-летний срок будет слишком суровым приговором, поскольку у подсудимых нет криминального прошлого. Племянников арестовали в ноябре 2015 года в столице Гаити. В операции участвовали сотрудники Американского управления по борьбе с наркотиками. Мужчины прибыли на Гаити из Венесуэлы, чтобы организовать перевозку наркотиков в США через Гондурас. По данным прокуратуры, они планировали заработать 20 миллионов долларов для своей семьи, чтобы помочь и сохранить власть. После ареста племянников Силия Флорес заявила, что спецслужбы США их похитили. С наступлением вечера пекинский район Пицунь, недалеко от городского аэропорта, погружается во тьму. С 19 ноября люди живут здесь без электричества и тепла. Их отключили столичные власти. «Света нет. Когда мы приходим домой, то не видно, куда идти. Находиться в этой комнате просто ужасно». Пережить ночь можно, только если одеял не меньше шести. Фэн – один из десятков тысяч рабочих мигрантов китайской столицы, которые оказались на улице или живут без света и отопления. Это произошло после кампании властей по сносу незаконных построек мигрантов в разных районах Пекина. Основанием для этого стал пожар в ноябре, когда погибло 19 человек. Но многие считают, что это лишь повод. Действия властей уже привели к ряду протестов и к открытому письму, которое подписали около ста ведущих академиков, адвокатов и интеллектуалов. Среди них и независимый политический комментатор Джан Лифань. «Есть разница в том, как видят ситуацию люди и власти. Я вижу гуманитарные кризисы, катастрофу. Изначально был просто пожар, но его использовали как оправдание, чтобы выгнать из старых и молодых на улице в самое холодное время года. Они, по сути, создали группу беженцев». За окном становится всё холоднее, и рабочие мигранты постепенно покидают опустевшие дома, в которых прожили не один год. «Мне очень больно, потому что я долго здесь жила. В других местах мигрантов встречают лучше. Для таких людей много хороших правил. Если честно, Пекин был бы ничем не лучше других городов, если бы не мигранты». Эта женщина говорит, что собирается начать новую жизнь в портовом городе Таншань. Надеется, что там приём будет более тёплым. Сотни сверкающих байдарок осветили ночные каналы Копенгагена. Эта праздничная процессия посвящена Дню Святой Люсии. Его отмечают в католических странах незадолго до Рождества. В этом году в заплыве участвуют почти 400 байдарок, украшенных огнями и даже рождественскими ёлочками. Тысячи горожан и туристов выстроились вдоль набережных и мостов, чтобы полюбоваться ярким зрелищем. Организатор праздника говорит, что с каждым годом зрителей всё больше. «Этот праздник приносит свет в темноту и стал очень популярным мероприятием». Святой Люсией считается христианская мученица из Сиракуз. Однако есть легенда и о другой Люсии – жене шведского рыбака. Однажды она вышла к морю с фонарём, чтобы её муж мог добраться до берега во время бури. Злые силы в ярости обезглавили девушку, но её призрак продолжил стоять на скале с фонарём. Первое шествие в честь Люсии прошло в 1927 году в Стокгольме. Этот праздник отмечают также в Финляндии и Дании. Десятки биглей в одном месте. Такое увидишь не каждый день. И здесь, на побережье Кораллового моря, в Голдкости, непоседливые собаки собираются лишь раз в году перед Рождеством. Любознательные бигли обожают общество, поэтому для них вот уже пятый год подряд устраивают массовую рождественскую прогулку. По-моему, это очень весёлое мероприятие, ведь так здорово увидеть всевозможные разновидности биглей. Некоторых гонщих принарядили в рождественские костюмы, а некоторые, словно франты, разгуливают в бабочках и шляпах. Он выглядит как щёголь, покоритель дамских сердец, и ему это нравится. По традиции, сначала все собираются у моря для коллективной фотографии, и уже потом отправляются на массовую прогулку вдоль побережья. «Бигли охотятся с ворой, поэтому мы собираем их вместе. Им нравится работать с ворой». Праздничное мероприятие организовал клуб биглей штата Квинсленд. «Им нравится собираться вместе. Это любят все владельцы биглей. Они собираются вместе и с удовольствием смотрят на собак. Нет ничего лучше, чем увидеть, как целая стая биглей гуляет по пляжу». На массовую прогулку пришли более 200 биглей. Два года назад здесь собрали 403 собаки. Эту породу вывели в Англии в 18 веке. Бигли обладают отличным обонянием и дружелюбны. Их часто используют как служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ. Бигли также выполняют роль собак-терапевтов в домах престарелых и школах-интернатах. Ну и, конечно, их заводят в семьях, поскольку это добрые и веселые питомцы.